Ой, песня «Герои» родилась 4 года тому назад. Я была в Киеве, и как раз в Киеве началась вся эта штука с Майданом. Закрыли метро, я была одна и звонила своему бывшему, типа, помоги мне как-то, ты же здесь жил в Киеве, ты знаешь, как мне с лесной добраться до вокзала, когда метро закрыто? А он говорит, ну, надо вызвать такси. В общем, это такая жесть была, я чуть не опоздала на поезд, и когда я уже села в поезд, там, минута просто была, я решила написать песню о том, что, да, такой вот геройский поступок, типа, ну, вызывай такси. Песня «Герой» не передает настроение всего альбома, потому что песня «Герой» написана, и сделан на нее, не знаю, ремикс, ремейк, я сама взяла и сделала, только для того, чтобы в альбоме была какая-то заглавная песня, и чтобы она была форматная. Песня, которая, ну, будет нравиться большинству. Все остальное в альбоме — это такой андеграунд какой-то электронный, который я люблю, и я хочу это делать, но мне надо хотя бы, чтобы одна-две песни в альбоме были форматные. Я умею делать такие песни, и я их делаю просто для того, чтобы они там были. Очень сложный вопрос, потому что пишется все по-разному. Сначала музыка, потом текст. Текст, музыка. А иногда бывает такое, что я прихожу домой откуда-то, и мне, я вижу клавиши, и сажусь, и сразу пишу. И там текст, и музыку. Но обычно это происходит так. Я открываю блетон, начинаю что-то придумывать, какую-то музычку, 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 потом через две недели открываю этот проект, думаю, а ну-ка, что же я там написала когда-то, две недели тому назад? Включаю музычку и такая думаю, а ну попробуем вот этот вот текст, который я написала месяц назад. И вот так вот оно все, все вперемешку. Знаешь, как бывает, когда я знаю, чего я хочу. Вот тогда я понимаю, что мне надо написать, например, фанк какой-нибудь. И я сажусь, пишу именно фанк, пишу такие веселые слова какие-то. Вот у меня будет песня в альбоме «Ты влюблен в меня» называется. И она именно написана четко, тоже она форматная, веселая. Вот когда такие песни форматные, нужно приходить, садиться, делать музыку правильную, слова правильные писать, и тогда все получится. Но понятно, что я не так работаю. Ну, у меня есть такие песни тоже, но в основном это просто все вперемешку. Вообще все-все-все на кучу. Потом я разгребаю это вот так вот. Посыл песни «Герой» в том, что у героя главного этой песни не осталось ничего геройского. Вообще абсолютно ничего. А у женщины, то есть у меня, у главной героини этой песни, ничего от боли. Вот такое вот разочарование в негеройском герое. Но я за то, чтобы ребята, и мужчины, и женщины решали сами, что им делать в этом мире и в этой жизни. Если не подходит тебе такой герой, то баюшки бай, бай-бум-диги бай-бай. Вот. И идешь домой. Не помню, какие строчки появились первыми. Ну, нет, помню, помню. Вот именно припев. Когда мне больно было и плохо, ты не спасал меня, герой. Что там дальше я пою? Ты не помнишь? Так как человек очень красиво общается, он никакие действия предпринимать не будет. Он будет просто ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Прям вот текст, знаешь, как вот четенько так написан. Прям понятно сразу все становится. Написала текст, все поняли. Поняли. Вот в таких вот песнях, я называю их форматных, надо, чтобы было мало слов. Вот прям нужно. Для чего? Как ты думаешь, для чего? Чтобы вот этих вот 200 человек, которые придут с 7 марта в Питере на мой концерт, пели все вместе эти слова. Их мало, они быстро их запоминают. Первый, второй куплет одинаковый. Супер. Что еще нужно? Первый куплет спел. Второй куплет не надо просто вот это открывать. Типа первый поешь, знаешь, как бы. Мелодия одинаковая, слова одинаковые. Припев, куплет, припев, куплет. Все. Как бы для людей. Я вообще давно так говорю, что эти песни для людей. Именно эти песни для людей 100%. Спасибо вам большое за то, что вы разрешаете делать мне то, что я делаю. Вот реально. Спасибо большое вам. Это правда. Ну, сразу же я вам скажу такое. Джек Уайт. Это тот музыкант и человек, которого я просто заслуживала до дыр в 13 лет, потом в 15, потом в 16, а еще в 14. И вот так вот. Я, конечно, сейчас уже не слушаю прям все там и The Dead Weather, и The Vice Stripes, и The Reconters. Я это все уже не слушаю. Но я когда-то прям заслушала его. И его самого. Для меня, да, он прям пример такой. Раньше меня вдохновляла Эмика. Прям вообще. Я в 2012 год я и только слушаю Эмику. И Муджус. Эмика Муджус. Сейчас кто остался? Хаски Тендер. Вот. Как бы. Ничего это, по-моему, не изменилось. Вот прям героизм, это, мне кажется, присутствие совести у людей. Вот это вот героизм. Сейчас. Все. Ответила. Не хочу объяснять, почему. Плохо.